что вообще происходит на самом деле почему где где например ахматовцы возможно кадыровцы они бы сейчас защитили все как тогда когда пригожин шел и руками бы штурмовую авиацию уничтожили они же моща где росгвардия где силовики внутренние которые должны так-то охранять приграничные территории на 11 году войны что происходит ну ирина нет вообще все в порядке росгвардия гладит парадные мундиры конечно ахмат едет да они в пробке застряли но это очевидно да это потом они они снимают в тиктоке передвижение да это тоже слизгинка это очень красиво в конце концов ну люди делами занимаются чего вы их отвлекаете чего права пусть занимаются делами не надо их отвлекать не надо и мундиры нужны парадные тикток надо чем-то заполнять в конце концов курска область вполне способная защитить вот собственно новобранцы ополченцы срочники на джим тоже чем-то заниматься что все картошку чистить на гоупахте да нет вот пожалуйста можно защищать курска область не умеют и хотят ну вот пусть научат сюда защищать курска область нормально не защитят ну не надо будет меньше чем курска область но в конце концов сразу вспоминается царь иван грозный в исполнении яковлева и куравлёва кемска власть ну шоу с этой кемска власть ну честное слово за спорт настроение за паблики пишут что уничтожен к-52 22-летний пилот погиб другой ранен они летели знаете что делать штурмовать сумскую область они долетели кроме к-52 говорят осильные следователи могут быть уничтожены еще и не 8 а неужели это тоже никак не повлияет на восприятие того что это не шуточки не просто какие-то заходы и что дальше так понимаю будет что это не первая неспокойная ночь и неспокойный день далеко для курской области сейчас ну понимаете то что это не шуточки вообще можно было понять немножко раньше немножко раньше три года назад а лучше 10 лет назад а еще лучше 20 лет назад что это не шуточки ну хорошо ну вот сейчас хорошо сейчас давайте сейчас ладно давайте не будем что называется старое поминать ладно уже не покатились родился еще к тому времени да у кого-то интернета не было у кого-то лапки кто-то букв не знал кто-то порноху смотрел вместо того чтобы новости читать да ладно но вот сейчас вот сейчас тоже не поздно понять что происходит кто-нибудь понял мне кажется как то что опять же понимаете дело в том что есть такая страна россия она огромна она прекрасна она величественна в ней живут очень умные смелые благородные люди которые занимаются очень важными делами они очень любят тыквенные лата они любят ходить по патриаршем они покупают в апотеку квартиры на деньги полученные от походов в специальную военную операцию они покупают себе красивые машины мобильные телефоны у них растут благосостояние а где-то там далеко есть какая-то курская область это не у нас понятно